Добрый вечер Добрый вечер Мы, конечно, сделали большой праздник для самих себя, жителей округа моего, 18 квартала, очень активно участвовали в проведении мероприятия. И нам, конечно, есть чем похвастаться. На вашем округе порядка 10 тысяч избирателей, все верно, да? Как в этом году у вас ремонтировались дороги, ремонтировались ли внутридомовые территории? Мы знаем, что было немалая сумма выделена городской администрации на ремонт дорог в этом году, да? Как освоили ее на вашем округе? Более 30 у нас дворов были просфортированы, где-то прошел ремонт частично, где-то полный капитальный ремонт, поэтому жители моего квартала, 18-го, они, конечно, с удовольствием увидели изменения к лучшему. Кроме этого, была у нас запущена большая аллея ветеранов 18-го квартала, и она была у нас, значит, в прошлом году в честь юбилея Победы, а в этом году в честь юбилея она уже практически завершена. И что она из себя представляет, что это за аллея ветеранов? Это внутри квартала, у нас была такая самая пешеходная местность, где по песку люди ходили от магазина Выстров до магазина Титан, до Сбербанка, поэтому она проходит через весь квартал, и мы эту аллею сейчас благоустроили, сделали раздельное асфальтовое движение для машин и сделали пешеходную дорожку для наших жителей. Ну, жители уже оценили, какие отзывы? И кто принимал участие? Сами жители вкладывались, либо же это чисто деньги выделенные? Это инициатива жителей, ветеранов наших, и в честь Победы, в честь тех людей, которые ветераны вернулись с вами, вот у каждой семьи нашего города, нашей России, есть такие люди, родственники. Потом в честь них и в честь тех действующих ветеран, которые сейчас живут на квартале. Эта идея была самим жителям, я их поддержал, вот, и в этом плане были привлечены бюджетные деньги города Ланды, и бюджетные, и денежные средства, спонсоры, и мои личные средства. Ну, во сколько обошлась такая аллея, если говорить? Ну, больше 4,5 миллионов рублей. Помимо аллеи ветеранов, какие-то крупные объекты за время Вашего депутатства были приведены, так скажем, в дело? Ну, я сейчас второй срок, я нахожусь на депутатском поприще, вот, и прошло два года, мы, в принципе, за это время успели сделать, моя команда успела сделать немало, вот, это в первую очередь, конечно, асфальтирование сейчас, и мы концентрируем, точно подошли к наиболее острым вопросам, вот, это пешеходная наша аллея, которая связала внутри весь квартал. Ну, на Вашем округе наверняка все же есть какие-то болевые точки, проблемы, которые приходится решать в первую очередь, вот, например, дожди проходят, как у Вас там, ливневая канализация работает на округе, с этим есть проблемы? У нас таких проблем нет, потому что у нас квартал все-таки имеет определенный хороший рельеф, у нас есть другие проблемы, что на протяжении предыдущих 5 лет должное внимание нашему кварталу не уделялось, и вот сейчас я, конечно, работаю за себя, из-за того парня, вот, в этом плане, конечно, предстоит достаточно много сделать, и поэтому мой округ, я сегментирован на участке, и занимаюсь каждый год, так сказать, определенным участком. Как у Вас выстроена работа с управляющими организациями на округе? Ну, самое, конечно, легкое, это ругать управляющей компанией, которая получает и так град критики от всех, и от властей, и от жителей, поэтому я считаю, что не надо тут ругаться, надо, наоборот, конструктивно подходить, как работе с управляющей компанией, так и с теми домами, которые являются представителями ТСЖ. Поэтому мы им помогаем, кстати, у них очень много усилий, это возникает в работе с ТГК, ВД-каналом, УАД-энергосбытом и так далее, и поэтому комплексная помощь такая, конечно, в первую очередь методическая. Как часто, Александр Николаевич, Вы встречаетесь с жителями своего округа? Ну, я встречаюсь каждый день, потому что я живу в этом квартале уже 46 лет, и я не скрываюсь, я хожу в эти же магазины, я гуляю с детьми, и я живу, кстати, полноценно участвую в жизни нашего квартала. Ну, наверняка у Вас есть какие-то собрания, там, раз в месяц обязательно собрать активистов, допустим, у округа есть такие? Ну, мы встречаем с активистами, не обязательно в форме собрания, но у нас ежегодные праздники, День Победы, День Города, там, перед Новым Годом у нас, конечно, актив квартал собирается. Сейчас у нас предстоит серьезный выбор перед днем голосования, поэтому мы тоже будем принимать участие, общественная жизнь квартала, она будет, и, кстати, в этом плане мы, конечно, будем способствовать тому, чтобы люди сделали правильный выбор. Какие планы у Вас на ближайшее время? Ну, понятно, что мусорные вопросы, вопросы асфальтирования, но все же Вам, как депутату, каким бы хотелось видеть свой округ в ближайшие годы? Вот тут как раз вопрос возникает в том, что если говорить, чтобы я хотел лучше жизнь квартала, то нужно, конечно, улучшать жизнь города, жизнь экономики города, развитие города, поэтому в этом плане у меня, как председателя комитета по местному управлению, очень много работы, и, в принципе, я сейчас понимаю, какие есть проблемы в городе Иваново в целом, и что мешает, и где есть пути развития. И вот как раз в городском совете депутатов мы такую работу проводим, чтобы помогать администрации города, помогать решать те проблемы, особенно в наше нелегкое экономическое время. Вы являетесь председателем комитета местного самоуправления правопорядка и законности. Чем занимается Ваш комитет? И что такого полезного делаете Вы для нашего города? Вот мы, кстати, занимаемся широким комплексом работ, которые, в том числе, по структуре администрации города. Мы за прошлый год прошли все комитеты, все управления и все администрации города ВНД, познакомились с работой каждого подразделения, сделали определенные выводы. Вот в этом году у нас сменился руководитель администрации города ВНД. Сейчас мы эту работу продолжим по оптимизации структуры, по уменьшению бюджетных расходов на содержание чиновников, и по нахождению финансовых средств на улучшение жизни простых горожан. Но вот это серьезные разговоры идут о том, что, возможно, чиновникам все же урежут зарплаты? Я считаю, что надо от разговора переходить к делу, поэтому надо вникать, надо анализировать. И, кстати, все-таки считаю, что высший эшелон чиновников, конечно, маленько раздут. Я не говорю про родовых исполнителей, которые работают на низу, их не надо сокращать. А вот уменьшать зарплаты высшему руководству, я думаю, надо. Подобные вопросы не стоят на ближайших повестках сессии городского совета? Ну, прежде чем выносить вопрос на сессии, нужно сначала очень капитально проработать внутри, на уровне комитета. Поэтому эта работа, она сейчас идет, и она работает, не направлена на популизм, или на какие-то такие лозунги, а именно, наоборот, такая кропотливая работа, она должна привести к нормальному результату. Насколько я поняла, получается, деятельность вашего комитета направлена именно на основную работу в администрации города. А как вы взаимодействуете с обычными горожанами? Вот, как раз, местное управление, это, кстати, тот комитет, который взаимодействует с общественностью, общественными организациями, простыми жителями. Мы собираем наказы избирателей, анализируем, кстати, и проводим целевые муниципальные, целевые программы, которые нужны для простых жителей. В этом плане мне особую помощь, конечно, оказывает дирекция по паркам культуры и отдыха, где я работаю директором. В этом плане мы проводим, кстати, в жизнь ту политику городского совета и администрации города по проведению парков юбилейной Орешково, тот вид, который сейчас горожане пользуются, и они увидят колоссальные изменения в наших парках. Ну, в парке Орешково, я думаю, многое уже, многие уже увидели изменения, да, там уже сегодня достаточно хорошо, но тем не менее, Александр Николаевич, не секрет, что многие уланденцы все же жалуются, говорят, что город наш недостаточно зеленый. Вы, как руководитель дирекции парков, что можете сказать по этому? Я считаю, что горожане совершенно правы. Вот как раз надо власти предслуживаться к мнению горожан, вот, и их чаяния, их заботы надо претворять в жизнь. По уровню обеспеченности зеленого сожжения в городе Орешково, конечно, еще недостаточно. В этом плане надо проводить комплексную работу, и в том числе, где выделяются новые земельные участки под капитальное строительство, сразу предусматривают рекреационные зоны. Сразу комплексно, чтобы было. Сегодня они не предусматриваются? Я считаю, что сейчас при комплексной застройке, конечно, подрядчик, который брал земельный участок, он заинтересован в том, чтобы как можно больше там возвести жилья, как можно больше продать земельных этих квадратных метров жилья, и поэтому получить прибыль. В этом плане надо найти баланс между прибылью и рекреационными зонами. Но вы можете как председатель дирекции парков лоббировать как-то эти интересы? Я могу как решитель города Ванда, как дирекция парков, как председатель комитета, как депутат. Александр Николаевич, тогда у вас, как у директора дирекции парков, какие ближайшие планы? Появятся ли в городе новые зеленые зоны? Обязательно не появятся, потому что эта работа принимается руководством города, городским советом, администрацией города. Поэтому в этом плане жители сами, конечно, проявляют инициативу. Поэтому в этом плане я думаю, что все, что задумано, оно должно будет реализовываться. Ну а какие-то конкретные площадки, места пока назвать не можете? Ну, сейчас Мемориал Победы у нас введен в эксплуатацию, вот и будут другие места. Но пока мы говорим про то, что нет еще финансирования закрепленного. Александр Николаевич, вы сказали о том, что встречаетесь с избирателями, собираете наказы. Наказы избирателей вашего округа сегодня, какие они? Основной наказ, конечно, связан с благоустройством территории, с высокими коммунальными тарифами. И если высокий коммунальный тариф, конечно, это не мой уровень решения вопросов, не уровень городского совета, то в этом плане именно благоустройство территории, это, конечно, моя прямая работа. Но тут маленько надо разбить на две части. Есть люди, которые своим примером и своим трудом хотят сделать и делают со мной вместе. Там, конечно, мы прикладываем усилия. А где люди настроены на то, что кто-то им обязан сделать, к примеру, Путин, Медведев, Наговицын, Галков, фокусник какой-то, то в этом плане такого, конечно, не бывает. Люди сами должны быть заинтересованы, сами должны проработать усилия. Никто за них, никто не должен. Мы сами хозяева своих дворов, сами хозяева своих улиц. И в этом плане только от нас, от простых жителей, зависит возможность дальнейшего развития. Но у вас на округе сегодня есть такие активные, простые жители, которые, возможно, своим примером подают полезные примеры для других. Мы знаем, что на многих округах сегодня есть прям активисты, которые сами организовывают праздник, пусть районного маленького местечкового уровня. У вас сегодня есть такие? Да, таких людей у меня очень много. Команда у нас большая, больше 60 человек. Каждый человек у нас знает мой сотовый телефон, звонят люди все. Сейчас, когда было асфальтирование придуманных территорий, те дворы, которые не попали, примерно, они остались без асфальта, или те проезды, мы, так сказать, постарались уже за счет внебюджетных источников уже асфальтировать те ямы, которые мешали людям ехать, ездить внутри квартала. Такие положительные примеры есть, когда люди сами реагируют, сами добиваются. В этом плане я очень рад, что такие активные жители, в моем квартале, они есть. Что самое сложное в работе депутата городского совета? Ну, самая большая сложность, конечно, это бюрократический аппарат, который достаточно очень большой, трасса города очень большая, законов достаточно много. В этом плане, чтобы предварить в жизни любой наказ, нужно достаточно большого филии потратить в кабинетах. Именно решать вопросы подготовки. Процентов 99, это подготовка вопросов в кабинетных реалиях. А процент, только 1%, когда жители уже видят исполнение. Поэтому обычно с октября месяца по июнь я работаю в кабинетах, а с июня по сентябрь я работаю уже в поле, когда люди видят уже конкретные результаты. Такая технология работы. Как проходит подготовка к отопительному сезону на вашем округе? Все ли там достаточно, заменены ли все ремонтные работы проведены вовремя и в срок? Ну, во всяком случае, у нас такие инциденты были, когда мы сейчас закатали двор, например, Жердел-7 новым асфальтом. И когда ТГК, честно, нас проводила профилактические работы, там порвало трубу, и получилось, что разрыв асфальта. То есть нового асфальта, кстати, они раскопали, но, правда, после моей просьбы настойчиво они все устранили, и сейчас все привели в порядок. Такие, конечно, казусы есть. Но в целом город, ваш округ готов встретить зиму? Я считаю, что 18 квартал – это лучшее место для проживания в городе Ланде. Он очень компактный, хороший, красивый, очень приятно в нем жить. Много очень объектов социальных, магазинов, и транспортная доступность хорошая. Поэтому у нас есть планы на развитие, есть возможность у нас благоустройства набережной, у нас есть большая территория БМДК, которая сейчас не используется, есть большие планы инвесторов, возможно, поэтому округ очень, и квартал очень хороший. Да, квартал очень хороший, действительно. А хватает ли на вашем округе детских площадок? Нет, не хватает. Я сейчас открою маленький секрет. У нас наша площадка на Крючевской 20 выиграла общероссийский конкурс Невея-компании. И в конце сентября будет сейчас демонтирована старая площадка. Я как депутат городского совета буду помогать активно. И там не все хватает, конечно, сделать компанию Невея. Все, что они не смогут сделать, подключаюсь я, и будем все это претворять в жизнь. В этом году у нас хоккейная площадка нового образца, современная, она должна открыться и функционировать на радость с нашим жителем. На какой улице она открывается? Крючевская 20 и хоккейная команда «Маритон». А разве компания Невея полностью не спонсирует эту площадку? Там она спонсирует покрытие, борта и мачное освещение. Там некоторые вопросы есть по подведению электричества, подведению воды, раздевалки, скамейки, трибуны и так далее. Поэтому такие вещи я буду помогать. А что это за хоккейная команда? Расскажите поподробнее. Я думаю, не все знакомы с ней. Хоккейная команда «Маритон» – это наши жители, наши акварты организовали сами, и они сами начали заливать лед. Хоккейную коробку построил я в 2005 году, будущий депутатом городского совета третьего созыва. Она, конечно, с тех уже морально устарела. Десять лет, да. Поэтому я считаю, что сейчас пришло время, и мы построим новую хоккейную коробку вместе с компанией Невея. И жители уже будут радоваться новой хоккейной коробке. И будет спорт в 18-м квартале. Ну и вообще, в целом, если говорить о ваших планах как депутата, на что в первую очередь будете обращать внимание, и вот каким вещам уделять особое внимание? Ну, людям надо хлеба и зрелищ. Вот я считаю, что... Ого! Да. У нас праздник состоялся в городе Лондон. Вот я сделал большой праздник у нас в квартале, в 18-м, 9-го числа. Мы провели большой концерт для всех возрастов, для ветеранов. У нас выступал хороший коллектив, старики-разбойники, закончил все грандиозным фейерверком. Но, к сожалению, все пожилые люди, ветераны не могли прийти. Поэтому, в первую очередь, конечно, это уделять внимание нашим ветеранам. Второе, уделять внимание нашим детям. Нашим школе номер 19, детском саду «Кулакольчик», «Дюш-5», «Дюш-и» номер 4. Поэтому забот много. Но это, так сказать, мобилизует меня. Надо просто работать каждый день, и тогда результат пройдет. Мы желаем вам результативной работы, и желаем успехов и процветания вашему. И без того, не на последнем месте сегодня, я думаю, в списке округов. Я напоминаю, что гостем нашей программы сегодня был Александр Николаевич Барданов, депутат Уланденского городского совета депутатов, председатель комитета местного самоуправления, правопорядка и законности. Спасибо вам за беседу, Александр Николаевич. Спасибо. Всего доброго и до встречи в эфире телекомпании «ТВКОМ». Редактор субтитров А.Семкин